здравствуйте значит сегодня мы вместе с вами будем устанавливать подоконник но есть в принципе окно установили уже до нас достаточно давно начали обвивать вагонкой но подсказывает что лучше сначала подоконник поставить и потом обшивать вагонком чем наоборот но для того чтобы сначала поставить подоконник вот носить подоконник мы посмотрели значит значит теоретически подходит теоретически подходит значит что для этого надо значит сначала мы значит что возьмем значит удалим всю пену если здесь обрежем значит здесь выразили подоконник окна самые разные бывают вот здесь будет с выемкой будет видит без выемки здесь мы почистим здесь почти вот крышки есть уберем уберем здесь тоже почистим а потом дальше будет видно чтобы делать ножом просто срезаем будем обшивать вагонка после этого после этого запеним еще раз таким образом вот человек на ведерочка все значит убрали лишнюю пену лишнюю пену по но здесь мы не старались чтобы так ровненько было это не столь важно почему потому что еще раз будет запениваться значит сейчас будем делать разметку разметка в чем заключается нужно вот видите излишки излишки подоконника просто вырезать вырезать но здесь вот смотрим значит каким образом здесь особенность такая будет надо учиться что еще вагонка будет нашиваться или бы зашивать вагон очки ну значит такой точности большой и не надо почему потому что есть в пределах сантиметра можно как говорится делать разметку но здесь вот получается так так метр восемнадцать метр восемнадцать метр восемнадцать ну лишь смотрим смотрим сколько у нас подоконник длиной подоконник у нас метр тридцать метр тридцать так метр тридцать понятно значит значит берем считаем так нас посчитали что значит подоконник у нас метр тридцать вернее значит подоконник метр тридцать а здесь вот получается метр восемнадцать значит это получается так 2 по 6 сантиметров грубо говоря значит по 6 сантиметров с каждого края но вот я смыть 6 сантиметров откладываю здесь можно чуть побольше гуляешь с половиной спроще чтобы луч уч kasih уходила три шесть с половиной но еще есть с половиной также с половиной так шесть половины хотя хотя можете по 6 дело сначала по 6 а потом вообще сделаем а потом а потом если что можно добавить немножко вот пошли сделали ну и глубину соответственно глубина вот у нас сюда упирается он да и здесь вот получается вот 17 с половиной так 17 половиной так 17 половину так вот еще раз смотрим значит 17 половина все это ясно так так можно здесь что сделать угольничком вы здесь как говорится ошибиться сложно почему потому что можно еще два раза померить два раза поверите так раз так вот здесь по 6 у нас было так правильно карандаш плохо пишет таким образом раз раз два с этой стороны тоже так с этой стороны смотрим но сейчас наверно перейдем на верстачок там будет лучше попереди так еще раз посмотрим проверим так она почти побольше даже чуть-чуть ну ладно так и сделал можно немножко побольше сделать вот так вот таким образом так после этого значит что будем вырезать лобзиком она подоконник в принципе хорошо режется и ножовкой лобзиком чем угодно вот таким образом поедем так с этой стороны тоже может быть потом придется чуть-чуть добавить может посмотрим сейчас откуда отпилим 2 померяем может быть сам придется и добавить немножко все даже побольше получилось так ну все смотрим сейчас насколько мы угадали это надо убрать пока так смотрим здесь в принципе видите он входит уже входит и заходит так 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 вот сюда нужно встать вот видите это практически стал практически стал здесь здесь есть немножко плотновато немножко вот на здесь можно миллиметр 3-4 убрать почему потому что потом будем регулировать можно шумлево вправо можно его сдвигать но хотя здесь как говорится с него не стрелял нормально почему потому что видите здесь еще будет вагонка ставать а здесь получается где-то миллиметров 4 5 вагонка уже сантиметр она закроется ну и здесь соответственно загрузку здесь мы немножко добавим сейчас ну и вы считать что это более-менее нормально сейчас добавим немного немножко буквально можно на глаз конечно вот и все так вот таким образом ну все хорошо хорошо встал значит сейчас следующий этап что мы будем клинушки подберем сюда и потом будем дальше работать так пойдемте ну вот подгода подогнали подоконник но по горизонту надо поджать как но видите где-то миллиметров 5 миллиметров 5 здесь мы наблюдаем ответили старый вот холлышки мы их оставим мы ставим сюда клинышек поставим и будет все он подожмется ну до двух клинышек достаточно ну и соответственно здесь уже выравнивать выравнивать будем тоже поставим палочки клинышками выровнили сейчас народно нарежем из этих клинышков палочек и все так но здесь палочки следующим образом и слов вот это вагонки их много осталось у нас остается вот этих можно использовать в принципе вот таким образом и они пойдут таким образом пошли так что так приготовили а клинышки тоже вот эти палочки нарезал сейчас рубанком сделан небольшой клин и тоже будет хорошо так просто на 2 наверно посмотрим сначала если мало будет еще добавим почему палочки длинные длинные можно конечно короткий клинышки ну длинным просто удобнее если вот так в общем что поставили видите удобно раз вот допустим посмотрим ну может быть чуть покороче надо будет еще обрезать сейчас посмотрим вот мешать если будет мешать то мы можем обрезать ну в принципе хотя вот так сразу можно сразу смело обрезать на на востоках чтобы сейчас я столько столько отдать режем по длине где-то вот так сейчас посмотрим ухо не замеряли да где-то может даже вот так вот обрезать его смело чтобы легче 100 входил и все и потом можно будет уже попробовать посмотреть что из этого будет получаться вот таким образом все продолжаем сейчас померяем сначала а потом будет видно что хоть что и как смотрим вот клинышек клинышек ставим вот вот видите он практически хорошо поджал поджал а длинный клин длинный клин после того когда мы запеним мы запеним здесь купить не будем мы запеним где-то в двух-трех местах она когда схватиться где-то день через день-два можно хоть что этот клинышек убрать вот тоже ведь он по длине хорошо его хорошо раз вот вот все все он уже полностью поджимается хотя вот здесь можно да и не надо наверное нормально поджал хорошо поднимается сейчас еще раз посмотрю поправлю можно молоточком подстукнуть ну все нормально сейчас посмотрим еще вот по этим местам рулеточки прогуляемся можно сдвинуть влево-вправо ну как всегда как всегда рулетки нету как всегда рулетки нету давай но есть получается от края если от края получается это шесть с половиной да и сдвигать ничего не надо нормально на хорошо все теперь осталось нам что вот взять уровень взять уровень и посмотреть это направление ну здесь она вот видите вверх ушло вверх ушло на что надо еще под прижать вот так и спустить и спустить каким образом я уже сказал что мы могли за палочки сейчас выставим палочки так тоже две штучки подложили поднести линочки выровняли и положили какой-то вес вес положили после там уже запенивать сейчас посмотрим так вот таким образом так 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 вот эту палочку сюда поставить сюда поставим а другую палочку ну где то вот там где клинин дети вот палочки точно там же там же поставили почему потому что вот здесь запеним здесь где-то запеним и там запеним а здесь в пейте не будем после когда вытянем дополнительно запеним вот и все тескали носки возьмем но она вот он сейчас тут хорошо стоит но все равно на клинки поставить но вот если обратили внимание что мы смотрели значит горизонт таким образом да а здесь вот здесь горизонт он выставлялся по окну он по в принципе нормальный в принципе нормально здесь еще под подожмется и будет все хорошо здесь здесь ничего не надо вы творите вот он ровный горизонт если надо ничего то есть то вот этот горизонт смотрим этот не смотрим так все сейчас вес найдем значит утяжелим это дело клиночки подожмем и после этого можно будет заперевать вот сделали утяжеление ну гвозди полосали можно любое железо что есть утяжеление здесь поставили делать длинный клин покрыть еще маленьким клинышком выровняли но с этой стороны с этой стороны все и вот получилось ровно вот получилось так ровно получилось нормально и сейчас будем пенить пить ну я сказал вот в одном месте пропини в другом по центру пропинить здесь а где клиния там пенить не будем после того когда на все высохнет это просто уберем и дополнительно закрыли все пойдем там еще на курса 2 делаем так ладно пошли ну вот здесь тоже подоконник установили но с утяжелением видели что получилось что есть то есть видите гвозди положили молоток с шабами вот в принципе проверяем еще раз ну нормально пойдет пойдет как говорится с нее не стрелять здесь тоже хорошо все на сейчас готовый пистолет начинаем запенивать ну практически все еще еще готово просто вот запенили на следующий день чудеса клини вытащили подпенили вот и все вот и готово я думаю каждый способен это сделать но запениваем первый подоконник 数айм о 0 цепи а то о о о